Всем огромный привет! Поговорим сегодня о влогах канала Семья Бровченко. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на этот канал, а также на другой мой канал, который называется Пойдем со мной. Там я рассказываю о тех местах, где я бываю, и я думаю, вам будет интересно путешествовать вместе со мной. Ссылочку я оставлю в закрепленном комментарии и в описании. Также в описании будет ссылочка на телеграм-чат, посвященный Семье Бровченко. Присоединяйтесь! Ну а что Таня? Таня в восторге от сушилки. Говорит, не помято всё. Представляете, как здорово, когда всё не помято? Ну, в принципе, для Тани это нормально, потому как у неё бывает сушеное что-то. Я уже не помню, что у неё было сушеное, по-моему, рыба была, а сало было копченым. Так что почему бы вещам не быть помятыми, точнее, не помятыми, да. Да. Говорит Таня, что раньше она под сосенками развешивала своё бельё, а теперь вот, мол, можно воспользоваться сушилкой. Таня счастлива. Маты нажарила, гречку она отварила. В общем, да. Мать года практически. Ну а уж что, как Таня нахваливала Борю, его золотые руки, да и сам Боря у неё золотой, как в ответ Боря нахваливал Таню, это, конечно, да, стоит отдельного внимания, заслуживает это дело. Я просто не понимаю, как так можно нахваливать человека на пустом месте. Но ничего такого прям сверхъестественного Боря не делает. Да, он делает ремонт. Но это нормально. Почему бы и нет? Но Таня, как его стала хвалить? Боря, в свою очередь, тоже стал Таню хвалить. И ты у меня золотая, и ты у меня золотая, и мы с тобой оба такие золотые. Да, ну да, ну да, позолоченные, подумала я. Самоварное золото. И тут же Таня заявляет, мол, не всё то золото, что блестит. Таня, абсолютно верно. Прям в точку. Не всё то золото, что блестит. Вот прям про вас с Борей. Но эту поговорку Таня применила к арбузу, да. Почему? Потому как она изначально думала, что он не особо хорош, вот и сказала, что, мол, не всё то золото, что блестит. Но на поверку арбуз оказался хорошим, сочным, сладким, замечательно. Радуется Таня, что дети, по её словам, по их собственному желанию, могут уйти из дому уже в 16 лет. Таня говорит, куда-нибудь на учёбу отправиться или ещё куда-нибудь. Я так думаю, что дети Бровченко сами по себе вряд ли изъявили бы желание куда-нибудь отправиться. А уж тем более куда-нибудь на учёбу, может быть, они и хотели бы, конечно, попасть. Но кто их куда примет, с их-то образованием. И вообще как-то вот Таня с таким вот воодушевлением это всё рассказывала, с такой какой-то нескрываемой радостью, что вот им стукнет по 16 лет каждому, и всё, и до свидания. Летите, голуби, летите. Ну, куда это годится вообще? Что за мать она такая, которая пытается выпнуть детей из дому при первой возможности? Да, говорит, понятное дело, мол, мы до 18 лет несем ответственность за детей, как родители. Ну, думаю, в Бровченко вспомнили о том, что они родители. Но всё равно будет Таня пытаться в 16 лет детей уже из дому просить. Это какой-то кошмар. Не мать, а ехидна. Вот честное слово. И уже у неё планы на те комнаты, в которых сейчас старшие дети. Мол, исполнится 16. Точнее, не старшие, а средние. Потом как старше, может, больше 16. И, мол, они из этой комнаты уйдут один другой, и вот там, в какой-то из этих комнат будет спать Боря. Ну, а Таня будет отдельно в комнате спать, потому как они хотят отдельно жить от друга, точно так же, как и знать. Думаю, ничего себе, Бровченко, замахнулись, а? Они себя к знати причисляют. Нет, ну, понятное дело, что есть раздельные какие-то супружеские спальни, есть совместные. Но Таня говорит, когда много места, тогда, мол, можно себе позволить отдельные спальные комнаты для каждого, а потом ходить друг к другу в гости. Мол, Таня говорит, так потом дети появляются. Я не поняла, Бровченко всё ещё надеются на каких-то детей? Вроде как, Максим, это вот уже всё, что могли Бровченко явить этому миру. По словам Тани, вроде как, больше не могут они иметь детей. Но, судя по взгляду Бори Старшего на Таню, когда она заявила о том, что вот ходили друг к другу в гости и дети появлялись, я так думаю, что всё-таки Таня нам не всё рассказала, не всю правду. Поэтому, я так думаю, что, возможно, ещё у них родится хотя бы один ребёнок. Почему? Потому как Бровченко привыкли жить на детские пособия. Хотя нет, хотя Таня никогда в жизни этого не признает. Но говорят они, да, о том, что вот плохо, что в этом месяце им вряд ли выплатят, они там, что не успевают оформить какие-то документы, то на дом, то и ещё на что-то. Но дело не в этом. Дело в том, что Таня заявила, что Боря кормилец в семье, и Таня ему помогает зарабатывать своим блогерством. Представляете? Ни слова не сказали о том, что они хором живут на детские деньги. Ну, хором. Нет, Таня с Борей. Дети питаются по остаточному принципу. Дети, если успели поесть, то поели. Таня так и говорит. Мол, кто когда захотел, тот то и поел. А сколько детям досталось еды, и Таня, конечно, об этом не говорит. А вместо того, чтобы проконтролировать ситуацию, усадить всех за стол и накормить, и чтобы быть уверены, что этот ребёнок сыт, этот сыт, этот сыт. Все они сыты, все они счастливы и довольны, что они не будут ходить и думать о том, где взять ещё кусочек хлеба, желательно ещё, если с маслом, то вообще замечательно. Нет, чтобы вот сели, поели первое, второе, третье, и вышли бы из-за стола сытыми. Нет, этого вообще не наблюдает за всеми Бровченко. Таня почему-то как-то вот расслабленно себя чувствует. Она с Борей ест отдельно. Дети, когда что-то перехватят, то их счастье. Хотя, вот вы знаете, Таня говорит, вот Аня сварила супчик. Думаю, нормально так. Аня, значит, где-то рядом. Где-то она всё-таки есть в доме. И это уже хорошо. Вот. Но не показали нам, конечно, сам процесс приготовления этого супчика. Какой-то там овощной супчик. Аня, мол, его сварила. И мы сейчас сядем есть. Говорит, Максимку сейчас накормлю. Саша, кстати говоря, да, появился. Хотя до этого что делал Саша? Где он был? Мы не знаем. Но Таня сказала, Саша где-то был и что-то делал. Такое впечатление, что Таня и сама не знает, где у неё ходил ребёнок. Потому как старшие дети и младшие были в комнате, играли в какие-то настольные игры. Точнее, в случае бровчинка на поле какие-то игры. Потому как на полу прямо играли. Ну, понятное дело, пока мере нет в доме. А Саши не было. И вот средний ребёнок Саша, он был предоставлен сам себе. Возможно, он в город поехал, город изучать. Да, всё же может быть. А возможно, где-то слонялся по посёлку. Тоже может быть как-то бесцельно. То есть Таню это вообще не заботит, не волнует. Как-то так странненько. И вот Саша пришёл откуда-то, где он там был. Сидит в этой самой хозпостройке. Как-то даже не устала. Таня налила суп Максимке. Налила суп Боре маленькому. Себе с Борей, понятное дело. А Саше, она сказала, захочешь, сам себе суп нальёшь. Саша вообще не за столом был. Как-то вообще отвернулся от Са. Сидел, чем там занимался. Вообще, как будто бы не из этой семьи этот ребёнок. Ну, это, конечно, какой-то кошмар. И Таня к этому нормально относится. Вместо того, чтобы усадить за стол и докормить этого ребёнка. Нет, что вы. Таня этим заниматься не будет. Захочет сам себе и суп нальёт, и ещё что-нибудь поест. Если найдёт, конечно, что есть. Хотя Таня утверждает, что она прям готовит изо всех сил. И она очень счастлива, что у неё есть мультиварки. Мультиварки ей предоставляют столько возможностей для готовки. Ну да, ну да. Как по мне, так дети продолжают ходить голодными. Потому как никакой организации питания в этой семье нет. Едят что хотят и когда хотят. А что конкретно и когда конкретно дети ели, Таня вообще не знает. Ну, а вообще Таня и Боря много работают. Таня блогер, она работает с утра до ночи практически. Ну, нет, говорит, не до ночи, а до вечера. То есть она утром выкладывает какие-то ролики, что она монтирует, потом днём немного вроде как, ну и вечером ещё. И она мечтает об отдельном кабинете. Я так думаю, что Таня мечтает, когда все дети разъедутся, и у Тани будет, возможно, даже не один, а два отдельных кабинета. И вот это вот название «Временное жильё», я так полагаю, что всё-таки Таня имела в виду «Временное жильё для детей». Просто Таня там не дописала в названии. Потому как по достижению 16 лет Таня постарается всех детей из гнезда, так сказать, выселить. Хотя вот я смотрю, Паша уже, да, два дня нет дома. Паша успешно справляется с поставленной перед ним задачей не появляться дома как можно больше. И вот, он говорит, я был на ночёвке, и мне, мол, там понравилось. И на следующий день у мальчика, к которому он пришёл ночевать день рождения, и для того, чтобы снова не ехать из села в город, Паша там остался, да, считай, двое суток, ребёнок у чужих людей. И непонятно, что ест, непонятно, где спит, и вообще, как он себя чувствует, комфортно ли ему там. Таню это вообще не заботит. Тане главное, чтобы не рядом с ней были дети. Тане главное, чтобы дети были подальше где-нибудь, на каких-нибудь ночёвках, на каких-нибудь собраниях, каких-нибудь прочих мероприятиях. Главное, чтобы не дома. Ещё выяснилось, что Боря старший, он сангминик, а Таня холерик. И, оказывается, аккуратность или неаккуратность зависит от типа характера. Думаю, интересно. Оказывается, Таня, она, как холерик, любит чистоту и порядок. Думаю, Таня любит чистоту и порядок? Да когда такое было? Никогда такого не было. У неё не было никогда в доме ни чистоты, ни порядка. Ну, может быть, только вот относительно было чисто и более-менее был порядок. Но так, чтобы действительно, можно было бы сказать, что Таня прям вот любительница чистоты и порядка, нет, такого, конечно, нет. Но Таня, видите, не гнушается таким вот громким красным словцом. Ну, а Боря старший, он сангминик. И Боря любит беспорядок. И его вообще не волнует чисто, там, где он живёт или нет. В общем, как-то Таня взяла и одним рощерком пера просто вот Борю смешала с грязью. А себя, естественно, превознесла. Вот какая она прекрасная. Хотя буквально полчаса назад она его прям восхваляла. Ты у меня золотой, ты у меня замечательный. Как Таню понять, я не знаю. Ну, а Тимофей был на тренировке, да, и потянул руку, поэтому он не может помочь с ремонтом. Зато мы узнали, что Тимофей всё-таки ходит на тренировки. И это уже хорошо. Конечно, если Таня нам не врёт. Ведь Тане соврать вообще ничего не стоит. Но если действительно Тимофей стал ходить на какие-то там тренировки по баскетболу или какие-то любые другие, это уже хорошо, это отлично. А кто будет кормить ребёнка после того, как он придёт домой с этих самых тренировок? Он будет мало того, что уставший, так он будет очень хотеть есть. Ему надо восполнить энергию. Вряд ли Таня кормит детей после тренировок. Это раз. А во-вторых, это растущие организмы, причём мужские растущие организмы, да. И это тоже надо учитывать. Им надо получать весь необходимый запас белков, жиров, углеводов, витаминов. И всё это из пищи, из еды. Но Таня этого как будто бы не хочет понимать. Зато Таня сказала, что с подростками они вроде как стали налаживать отношения. Думаю, ну слава богу. Уже которые подростки у них в доме, да. Далеко не первый подросток у них Тимофей. Уже третий подросток. Он Саша уже подтягивается, да, скоро к этому возрасту. Но что-то Таня как-то только сейчас стала понимать то, как себя вести с подростками. Вообще, вы знаете, они подростков выделяют какую-то такую отдельную категорию, страшную какую-то категорию. Какую-то такую вот категорию, которую лучше не трогать. И вообще это что-то такое невообразимое, эти самые подростки. Прям ужас какой-то. Так выражается Таня, да и Боря старший вслед за ней говорит. Как вспомню, мол, как было тяжело с первыми подростками, с Пашей и Аней. Аж коробит его от этого. Представляете? Ну, а Таня ему вторит. Говорит, мол, когда подростки пошли, было очень тяжело. Зато, говорит, с третьими будет попроще. У меня возникает правомерный вопрос. Третьи подростки – это кто? Или Таня детей разделила на группы. Первая группа. Ну, к примеру, я так себе мыслю, я не знаю, так ли это, но третьи. Значит, первые и вторые. Первые подростки, я так думаю, это Аня, Паша и Тимофей. Вторые подростки в количестве одного человека – это Саша. Ну, а третья группа подростков – это Боря Маленький и Максим. Но к тому моменту, как Боря Маленький и Максим будут подростками, Бровченко старше еще больше прочитают литературы соответствующие и еще больше начнут понимать своих детей. Да, у них шестеро детей, и они вот только спустя столько лет стали задумываться о том, как себя вести со своими детьми. И Таня говорит, вот дети к нам стали, мол, подходно ходить, думаю, нормально, так дети к вам должны подходы искать. Не вы к детям, а дети к вам. Вообще, конечно, кошмар какой-то. Живут за счет детских пособий, за счет этих самых выплат на детей. Так еще и эти дети должны подходно ходить к родителям. Это родители должны боготворить этих самых детей. Но нет, они детей называют то ртами, то, например, они детей называют как «они». Таня с Борей говорят о том, что «они» смогут свои вещи хранить. То есть дети где-нибудь там в ящичках под кроватью. Кстати говоря, нашла Таня какую-то кровать за пять тысяч, и вот Боря в город поехал ее забирать. Это самая кровать Боди с ящичками, и это получается два в одном. Таня счастлива, это и гардероб, и кровать. В общем, да, экономия какого-то места. Это уже хорошо. Ну, а место, конечно, экономить надо, потому как комнатушечки малюсенькие. И вот вы знаете, когда пришел Боря маленький помогать грунтовать стены, Боря доставал макушкой практически до потолка. Это в самом низком месте. То есть эта комната была с косой такой крышей, да, с кос крыши как раз он был. Это какой-то ужас. Что туда можно поставить? Какую-то кроватку, ну, допустим, да, она туда влезет. Ну, об этом уже говорили в телеграм-чате, что действительно ребенок там может только лежа поместиться. А если он вот проснулся и хочет сесть на кровать, это нормальное желание любого человека. Он этого просто не сможет сделать. Места не хватит, элементарно. Вообще я не представляю, как дети Бровченко собираются жить в этих маленьких комнатушечках. Зато первый этаж, высота потолков 3 метра, пожалуйста. А здесь почему-то на втором этаже, где они жить будут, ну, как-то вот не продумала Таня вообще высоту потолков. А, возможно, наоборот, она это все сделала с тем, чтобы детей у самих возникло желание, как можно раньше покинуть отчий дом. Да? Вот в 16 лет, чтобы дети ждали в 16-летие очень-очень. И в 16 лет, чтобы они уже сами изъявили желание съехать от родителей. А куда они съедут, Таню вообще не волнует. Телеграм-чате обсуждали этот вопрос и правильно сказали. Сколько сторон света есть? И север, и юг, и запад, и восток. А если еще промежуточный брать, то северо-восток, юго-запад, ну и так далее, да? А более точно, юго-юго-восток, северо-северо-запад и так далее. У детей Бровченко миллион направлений. Пусть выберут любое, да? То есть Таню с Борей вообще не волнует, чем будут заниматься их дети, как они будут дальше жить, как зарабатывать будут, будут ли обучаться где-то, и как они будут обучаться. Это вообще Таню не волнует. Где они будут жить? Вообще неважно. Лишь бы ни в этом самом теремке, ни в этой самой рукавичке они жили. А все остальное – это уже проблема детей. Вот почему я думаю, что Бровченко родят еще одного ребенка, потому как им нужно будут пособия. Они без пособий жить не смогут. Хотя Таня говорит, вот, Боря работает. А где он работает? Таня говорила о том, что в конце августа он собирается выйти на работу. Вот конец августа. Мне о какой работе даже не заебаются, Бровченко. А Таня, она работает, она блогер. Да, вот такая она вся занятая. Говорит, в первые годы жизни ребенка, и тут же добавляет, до 10 лет. Думаю, ничего себе. Первые годы – это прям до 10 лет. В 10 лет – это уже вполне самостоятельный человек. Ну, согласитесь, в 7-8 лет. Уже самостоятельной личности. Нет. Это первые годы жизни Таня считает ребенка. И очень важно, чтобы мама была рядом. Оттого Таня ни на какую работу не устраивается. Представляете, это все заботы о детях. Мы-то ничего не понимаем. А Таня – она мать года. Она в первую очередь о детях заботится. Ну, и меня поразило еще то, как Таня заботится о том, чтобы дети спали на чистом белье. Она очень рада тому, что у нее есть сушенка, как я уже говорила. И вот рассказывает нам Таня о том, что она очень следит за чистотой постельного белья. Да. Говорит, тут... Ну, я так понимаю, уже вот все то время, что они тут живут. Таня, мол, еще ни разу не стирала постельное белье. Чтобы это два месяца не стирать постельное белье. Говорит, тут оно не так быстро пачкается, как в городе, мол, потому как тут дети принимают душ, моют ноги перед тем, как лечь спать, переодеваются в какие-то пижамки и так далее. Мол, в городе этого всего не было. Думаю, в городе они у вас грязными ложились спать? Без пижамок каких-то? И, мол, в городе белье становилось грязным гораздо быстрее, чем тут за городом. О, думаю, да-да, Таня. Как раз ты из тех, что любит, чистоту и порядок. Ага. Ну, а еще мне понравилось, что Таня заявила о том, что в комнате младших детей временно живет Аня. А почему Аня не живет в своей комнате? Или уже все, нет комнаты Ани? В принципе. Ее уже занял кто-то из бровчинка старших заранее. Ну, потому как Аня уже больше 16 лет. Она уже запросто может где-нибудь жить за пределами этого дома. Возможно, и так. Какой-то кошмар. Это не родители, это какие-то недородители. Ну, а еще мне понравилось то, как Таня отзывается о стирке. И говорит, я стирану белье. Правильно, Таня. Стирани белье и читани книгу. Ну, вот таким получился у меня обзор влогов канала Семья Бровченко. Ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. Всем пока.